Я думаю, нельзя заступать за эту линию, да? Мама-мама криминал! Ай-яй-яй! Мы уже как полгода не сотрудничаем с Букингом. Вообще не в курсе, что у них там цена 330 за две ночи, 330 у нас здесь за одну ночь. Идти за китайцами было большой ошибкой, потому что их количество увеличилось в сто раз. Всем бодрое пролетарское хао. Куда мы сегодня едем? О, в Зинань. В Зинань? Удивительное дело. Мы едем в Зинань на три дня. Что мы там будем делать? Бродить. Бродить. Мы посмотрели всякие разные места и просто будем ходить там, потому что там очень много интересного и там есть какие-то всякие разные источники. Булькаться мы, конечно, там не будем. Потому что это очень страшно. Но помимо источников там есть много других мест. Сейчас мы идем в сторону общежития, потому что мы хотим кушать, потому что мы еще не ели. Этот человек берет меня на понт. Он хотел, чтобы я сел вон в тот Бентли Мульсан за сотку. Но я не сяду туда, потому что я трусишка немножко. И он увезет меня в далеке гре. Нет, дам тебе за это два бакса. У меня есть два бакса, спасибо. У тебя будет на два больше. Нет, мне не нужны твои два бакса. Слишком мало сотка. Ты сначала говорил про сотку. Это было в рублях. А-а-а, тогда не рам, да. Тогда тем более. Да, я к тебе, да. Тебе снимаешь? Здрасте. Здрасте. Куда мы с тобой отправляемся? Зинань. Зинань? На чем? На Гаотье. На Гаотье. На Гаотье. Известный моделир французский. Может, итальянский. Может быть, итальянский, да. Я думаю, нельзя заступать за эту линию, да? Мама-ама криминал. Я хотел бы так. Ай-яй-яй. Я хочу посмотреть, как Гаотье приедет. Мне кажется, это очень круто. Ветерок будет. Очень крутая штука. У них прямо вот на полу написано. Вот таким образом, какой вагон будет, когда подъедет поезд, соответственно, на этой точке. И наш Гаотье уже подъезжает. Вот сейчас я его поймаю. Вон он стоит. Почему-то стоит. Нет, он уезжает. Это на другой Гаотье. 14-й вагончик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы приехали в отель. И, конечно же, азиаты нас немножечко нагрели. Да не немножечко, в два раза. Сказав тем, что мы уже как полгода не сотрудничаем с букингом. Вообще не в курсе, что у них там цена 330 за две ночи. 330 у нас здесь за одну ночь. Поэтому мы решили снять номер на одну ночь. А на вторую ночь мы будем ходить по городу. Благо у меня всего лишь вот этот рюкзак и больше ничего. А вот у Леры, например, чемоданчик. Поэтому будут проблемы. Вот. Тут есть тапочки. Тут есть тапочки. Тапочки и Wi-Fi в комплекте. Да. Я беру себе навсегда. Я просто в ужасе, как обычно, потому что... Они одни? Нет, там еще вторые. Я просто офигеваю. Потому что это находится достаточно далеко от центра и... Водна, смотри, блядь, ошибка. И цена... Цена за одну ночь в таком номере вдали. Конечно, он неплохо выглядит, но достаточно далеко находится от центра. Это слишком много. Аааа, кошмар, короче. Китайцы... Китайцы просто дерут деньги, как не знаю кто. Вот до чего доведут китайцы. В белых тапочках поедешь обратно в Россию. Вот он, Даниар. Вот телек. Вот кровать. Прелесть. Ничего не скажешь. Самое обидное то, что вот... В отличие от Нью-Йорка какого-нибудь... Ааа... Все достопримечательности здесь, в Китае, закрываются часов в 5-6. То есть, как бы, если в Нью-Йорке ты можешь просто ходить всю ночь по городу, то здесь у тебя этого не получится. Ну, точнее, получится, но... Ты никуда не сможешь зайти. Ты никуда не сможешь зайти. stripe. Китайцы... Субтитры сделал DimaTorzok